Ола, амигос, на связи Матвей. Сегодня утром, когда я проснулся, я взглянул на дату и вспомнил, что прошло ровно два месяца с того момента, как я начал играть в Fortnite вот на этом вот телефоне в шесть пальцев. Прежде на своём канале я уже выпустил целых три видео по этой теме. Как я только установил себе это управление, как я играл спустя две недели с этим управлением, и как я играл спустя месяц с этим управлением. Если вы на этом видео впервые, я вам крайне рекомендую сначала посмотреть этих три видео по подсказочке вот здесь, чтобы вы понимали, что происходит и видели какую-то прогрессию в моём скилле. Ну а тем, кто уже посмотрел мои предыдущие три видео, ребят, в этом видео будет много чего интересного, мне есть много чего крутого вам рассказать по поводу моей игры спустя два месяца управления в шесть пальцев. Многое, что я говорил в предыдущих роликах, реально сбылось, и я превзошёл самого себя. Этот ролик обещает быть мега интересным и крутым, так что, ребят, ни в коем случае не переключайтесь. Ну а перед тем, как мы перейдём к сегодняшней теме, если вы впервые на моём канале, и если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы найдёте единственный и лучший контент по Fortnite Mobile в СНГ. Если вы уже подписались на меня, то ни в коем случае не стоит забывать, что на лучшая поддержка меня, это мой тег авторомотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite, смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрыны ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК, ссылка в описании. Ну а если у вас нету вконтакте, вы также можете добавлять скрыны ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем дискорд сервере, ссылку на него вы тоже найдёте в описании. Ну а теперь после небольшой саморекламы, хочу вам показать, во-первых, хэндкам моей игры в 6 пальцев, на вот этом вот андроиде, в 60 фпс, всё чётенько, круто, ну и рассказать, какие изменения претерпело моё управление и мой скилл в игре. Ну, во-первых, я бы хотел начать это видео с этих слов. Моё управление не имеет границ. В этом управлении я могу вечно совершенствовать свой скилл. И даже сейчас, заявляя, что я очень круто играю, я не смогу представить, насколько круто я буду играть на этом управлении месяц спустя. А два месяца, а три месяца, а полгода. Я уверен, я выбрал себе лучший. Мне никогда не надоест слушать эту фразу. Этой фразой можно коротко описать всё моё управление в 6 пальцев. Я уверен, я сделал самое имбовое управление, которое только можно создать в Fortnite Mobile. Оно максимально удобное и максимально эффективное. Единственное, что мне остаётся делать, так это просто его отыгрывать и развивать свой скилл. Я уверен, что абсолютно все люди, с которыми я играл в последний месяц, без сомнений скажут, что мой скилл резко вырос. И это даже учитывая тот факт, что максимум в неделю я трачу 4 часа на Fortnite. Да, ролики я делаю каждый день, поэтому на саму игру у меня остаётся не так уж и много времени. Но в связи с тем, что начались новогодние каникулы, время у меня появилось, так что я начал чаще играть. И в связи с тем, что мой скилл резко начал расти в последнее время, я чаще начал задумываться над тем, чтобы делать больше киберспортивного контента на канал. Ну знаете, это вот этот вот типичный контент Вани из 4 класса. По типу фрибилдинга, творка с подписчиками, арена, хайлайты всякие, там мувики. Короче, обыкновенный сброд Фортнайта. Ладно, я конечно же шучу. Но если вам всё-таки хочется больше видеть киберспорта по Фортнайту на моём канале, обязательно ставьте лайк на этот ролик. Будет много лайков, я вас пойму и буду делать больше киберспорта. Ладно, что касается вообще моей игры в целом. В предыдущем видео я рассказывал, что у меня возникают некоторые проблемы по поводу сброса редакта на моих постройках. Этой проблемы больше у меня нет. Теперь я всегда вовремя возвращаю редакт на постройках и противник практически никогда меня на этом больше не подлавливает и соответственно больше не убивает. Вообще, я могу так сказать про всё моё управление в целом. На данный момент я полностью привык к своему худу и даже если иногда промахиваюсь по кнопкам, то очень редко. Вообще, я выявил одну очень большую проблему для управления Фортнайт Мобайл, которая будет вас преследовать всегда. Вне зависимости от того, сколько вы играете и насколько вы хорошо привыкли к своему управлению. А именно, я имею в виду само ощущение вашего управления Фортнайт Мобайл. Что-то знаете, я как бы особо не слышал, чтобы кто-то до этого в интернете об этом ещё говорил. А, ах, да, я же единственный ютубер по Фортнайт Мобайл в СНГ. Конечно же, никто об этом не говорил. Короче, суть его заключается в том, что иногда вы просто не полностью ощущаете своё управление Фортнайт Мобайл. И тут не важно, как хорошо вы привыкли к своему худу. Эта проблема будет вас преследовать всегда. Это вот когда ты вот вроде хорошо играешь, но всё же как-то подозрительно все пальцы не попадают по нужным кнопкам. Такое иногда бывает, вот лично у меня это бывает через день. То есть, например, вчера я вот тащил там, вытаскивал абсолютно все сервера. А сегодня я захожу в Фортнайт и чё-то вообще не могу отредактировать даже стенку нормально. Просто вы должны осознать, что вот вы играете в Фортнайт Мобайл. Задействовали в своём управлении столько много пальцев. Ну, в основном это 4. У меня это 6. И вот вы, вот вы делаете такие крутые вещи в игре. Вот просто сейчас это осознайте. Обычно во время игры мы об этом не думаем. Мы думаем о том, как убить своего противника. Но иногда такие мысли ко мне приходят. Просто ощутите телефон у себя в руках. Ощутите, как вы играете всеми пальцами в игре. И каждый палец как-то взаимодействует в ней по-своему. Даже после 20-минутного фрибилдинга, после небольшой так разминки в Фортнайте, в турческом режиме. Осознайте вот эту вот всю концентрацию. Концентрацию ваших умений в игре. И тут даже не важно, как хорошо вы играете и сколько пальцев вы используете в игре. Тут важна сама концентрация. Так что если в следующий раз вы будете играть как-то плохо, как-то вот вообще сам не в себе. Советую вам, во-первых, просто осознать свою игру. Сконцентрироваться на ваших умениях, на ваших навыках, которые вы научились, играя в эту игру. Ощутите свой девайс у себя в руках. Посмотрите, может вы его как-то не так держите, может хватка у вас не та. У меня иногда такое бывает, и я когда об этом задумываюсь, это реально мне помогает играть лучше. Именно об этом я и думал, когда записывал для вас игру, которую вы видите сейчас у себя на экране. Потому что у меня вот в основном больше проблем никаких нет. Я полностью освоил управление, сейчас я просто учусь играть лучше, использовать какие-то крутые мувы в своей игре. Да и вообще я хорошо продумываю тактику, в общем, играю по IQ. Но иногда бывают у меня сбои, вот когда я хоть так и хорошо играю, но все же вот как-то не так редачу, как-то постоянно промахиваюсь, не туда ставлю постройки и тому подобное. И это все проблемы с вашей концентрацией в игре. Может вы просто сегодня не настроены играть. Такое, к сожалению, тоже может быть. Как я уже прежде говорил, сейчас в моих задачах просто играть больше на IQ, больше изучать мувов и как их использовать грамотно при ротейте или атаке противника. Ну и конечно не забывать про разминки, концентрацию и настрой в игре. Хоть и за всю неделю я отыгрываю как вы за один день, я все же стараюсь еженедельно повышать свой скил. И как вы можете заметить, это у меня выходит. Я исключаю задротство там по 4 часа, даже по 3 часа в день игры в Fortnite. Мне просто это надоедает со временем и при том у меня помимо этого куча других дел. Уверен, с учетом того, сколько я времени отыграл в Fortnite, я могу считаться лучшим среди своих. Как-никак и вам я тоже иногда хочу давать мотивацию играть лучше, делать больше контента по киберспорту, но вы понимаете, контент по киберспорту достаточно сложный. Его никак не подготовишь на бумажке и не запишешь в своем сценарии. Это надо просто несколько часов подряд записывать фрибилдинг, записывать игры, отыгрывать, делать всякие мувы, чтобы у тебя все получилось и было все классно. И даже если у меня будет очень крутой и профессиональный фрибилдинг, я там в боксы или в творку буду хорошо играть, это не будет означать то, что на арене или на турнирах я буду также тащить. Я знаю кучу астолопов в Fortnite, которые там просто записывают фрибилдинги, там тупо играют в свою творку, но при этом на турнирах они постоянно сливаются. Короче, IQ 0. И при этом они еще говорят, что они круто играют. Круто играть это иметь, во-первых, хорошую тактику, там ротейтиться круто, пушить всех круто, иметь хороший АИМ, редакт и так далее. В общем, просто хорошо стрелять или просто хорошо строиться в Fortnite это не означает играть круто. Играть круто это все эти умения в совокупности. Ну, например, вот у меня, да, у меня просто божественный АИМ, у меня хороший редакт, хорошее строительство, потому что я уже хорошо привык к своему нынешнему управлению, теперь я качаю свою тактику в игре. Такими темпами, я думаю, ну, может быть еще через месяц, может через месяца два я вот реально буду одним из лучших в Fortnite Mobile в СНГ, это точно. Ведь самое главное в игре, чтобы была прогрессия, если ты хорошо играешь, но ты никак не меняешься, это плохо, потому что рано или поздно кто-то тебя все же обыграет. Да, меня иногда обыгрывают, но при этом с каждым разом я становлюсь все лучше и лучше, и те, кто обыгрывал меня месяц назад, сейчас обыгрываю их я. Может быть, да, как может быть, я уверен, так и будет и с теми людьми, которые обыгрывают меня сейчас на данный момент. Да, играю я не так много, но я играю стабильно и при этом хорошо прогрессирую. Кто знает, если через пару месяцев я не буду топ-1 СНГ, то здесь есть только два варианта. Во-первых, либо меня учеба окончательно съела, или во-вторых, я полностью погряз в ютубе и, так сказать, ушел с киберспорта Fortnite Mobile на своеобразную пенсию. Время покажет. Ну а как обстоят дела именно с вашим управлением, обязательно пишите об этом в комментариях, будет очень интересно почитать. Также обязательно пишите в комментариях, какие видео по киберспорту хотите видеть на канале именно вы. Обязательно, если вы досмотрели до этого момента, поставьте лайк ролику, уверен, он вам понравился. Ну а если не понравился, то можете считать, что 10 минут своей жизни вы потратили просто так. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok